Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. Вчера со мной случилась, не скажу что удивительная, но просто примечательная история. Я подошел к своему подъезду, жилому дому. На скамеечке сидел наш дворник, нашего двора, который убирался там. И рядом с ним молодой человек, лет может быть 20. У меня была только зажжена сигарета. Я остановился, там рядом урна, думаю сейчас докурю, открою входную дверь в подъезд и поднимусь к себе домой. Стою, курю. И волей-неволей прислушался к разговору дворника, вот этого молодого человека. Статус габитус Олига. Разговор Олига, эмоции Олига. Я 21 год в психофизиологии, я знаю что такое Олига. Это молодой человек Олига. Итак, я прислушался к смыслу, сути их разговора и понял, что этот молодой человек упоительно рассказывает нашему дворнику, тоже Олига, о том, как он сдавал права на права. То есть ездил по автодрому, получал там какие-то задания от инструктора, как он трогался и так далее и тому подобные вещи. Было очень увлекательно и интересно. Другое дело, что тут даже буквально, значит, знаете, есть такое понятие, запах шизофрении, где есть истерия, ищи шизофрению или, предположим, такое выражение, запах Олига или запах Эпи. Итак, соответственно, этот молодой человек, он получает права, я понял, что ему он сдал теорию, как уж он ее сдал, я не знаю, но дошел до сдачи на автодроме и по городу. Я с ужасом подумал, ладно, хорошо, болезни, катаклизмы, еще, еще, еще что-то. Я знаю эту работу врачей-психиатров. Господа, куда вы смотрите? Это первое, надо вам сказать. Я сам знаю десятки случаев, когда поднимали ко мне, значит, человека с диагнозом олигофрения, да, и качество мышления, уровень мышления, конкретно ситуационный, недоступность абстрактно-менофорических каких-то пониманий, смыслов и так далее. Ставила однозначно под точкой диагноз олигофрения, да, то есть недоступность абстракции, способность наложить, как самый простой и примитивный пример, способность наложить дорожный знак на перекрестке, на его, как бы, экстраполировать на перекресток и, соответственно, проехать правильно, кто первый, кто второй, кто третий, кто четвертый проезжает, требующий высокого, как по меньшей мере понятийного уровня обобщения, этим людям недоступно. Медицинские психологи у нас в России в загоне. Кто знает, грамотные психиатры понимают, что без них работать нельзя, что они выставляют диагноз на симптоматическом, максимум патопсихологическом, синдромальном уровне выставляют диагнозы. И, тем не менее, врачи-психиатры пропускают вот таких вот людей, таких вот личностей. То есть, это абсолютный убийца или самоубийца на дороге, в частности, вот этот пример вождения автотранспортного средства. То же самое можно употребить, примерно такую же метафору сказать о людях, которые идут служить в армию или поступают, допустим, на работу, устраиваются на работу на какие-то значимые вещи, как-то полиция, пожарная часть и так далее, и так далее, и так далее. Чем дальше, тем хуже. Вот пока у нас в стране не будет двух-трех медицинских психологов на каждого врача-психиатра, которые будут этому врачу-психиатру говорить, что «Уважаемый коллега, вы почему пропускаете этого человека, а он не понимает разницу между, значит, предположим, корова-лошадь – это млекопитающее, или на них надо ездить, или стол, стул на нем сидят, или это мебель. Чувствуете разницу, да? Таких примеров можно привести десятки, сотни примеров. И вот врачи-психиатры из-за своей неграмотности пропускают таких людей на дороге нашей необъятной родины. И решить эту проблему могут только-только медицинские психологи, потому что внешний человек может выглядеть вполне адекватным, улыбаться, разговаривать, шутить, что-то высказывать, какие-то мысли, соображения более-менее высокого уровня, обобщения наглядно-образного, наглядно-действенного, понятийного уровня. А на практике это совершеннейший симптомокомплекс больного олигофренией, его эмоционально-волевой сферы, речи, прежде всего мышление, в меньшей степени внимания и памяти, тем не менее не оставляет сомнения, что эти люди не должны побудать за руль транспортных средств. И вот эта ситуация, в которой я вчера оказался буквально у своего подъезда, меня очень сильно поразила. То есть мы в такой глубокой яме, и главное, есть решение этих проблем, когда, ну не буду, значит, выражаться, когда женщины ведут себя неадекватно на дорогах, это отмечается большинством водителей мужчинами. Значит, это масса молодых лиц, молодых людей, которые по своему состоянию не должны быть допущены к управлению автотранспортным средством и так далее, владением оружием и так далее. И эта ситуация, она будет усугубляться до тех пор, пока мы не будем, не будем не разбираться с какими-то там чертовыми гриппами, коронавирусами, бредовыми, а не будем заниматься гораздо большей проблемой допуска-недопуска на какие-то ответственные, важные, критические виды работ и так далее и тому подобные вещи. Не должны такие люди, ну в частности, как просто примитивный пример с олигофренией, садиться за руль автотранспортного средства. И этим, это, это мое твердое убеждение, могут установить не психиатры, а только и только медицинские клинические психологи. Симптомокомплексы только они этим владеют. Психиатры психологии не знают, клинической психологии не знают. Вот у них, да, есть книжка 56-го года выпуска, растрепанная где-то в столе в ящике, где вкратце изложены патопсихологические методики, классификации, исключения предметов и так далее и тому подобные вещи. Они ее, надо сказать честно, не знают. И только медицинские клинические психологи и только и только и только они могут избавить нас от таких личностей на транспорте, где-то в автомобиле, на дороге и так далее. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!